САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ Сегодня более 34 тысяч девятиклассников в Самарской области принимают участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Успешная сдача собеседования будет условием для допуска к государственной итоговой аттестации. Собеседование оценивается по системе, зачет или незачет. Пересдать можно будет 13 марта и 15 апреля. Свои результаты самарские выпускники узнают не позднее 26 февраля. В Самарской области двоих мужчин обвиняют в серии краж моторных лодок. По версии следствия, за несколько месяцев злоумышленники украли в регионе 15 судов на сумму более 2,5 миллионов рублей. Уголовное дело по статье о краже направили в Красноглинский районный суд Самары. В России стартовал большой проект «Всей семьей». Он приурочен к объявленному президентом году семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян. Семьи-участницы должны раз в неделю выполнять несложные задания и выкладывать в соцсети фото с хэштегами «Всей семьей» и «Всей семьей 63». В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей. Российская фармацевтическая компания подала в Минздрав документы на регистрацию препарата против болезни Бехтерева. Лекарство не имеет аналогов. Согласно заявлениям разработчиков, его действие направлено на устранение причины болезни, а не на борьбу с последствиями. Болезнь Бехтерева – это воспаление позвоночника, при котором он теряет гибкость. Продолжение следует...